Я освящаю всякого человека, грядущего мирно-знаменства, на свет лица Твоего, да мне, мой свет неприступный, и исправи стопы нашей к деланию заповедей Твоих, молитвами причистия Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Сбранной болеводи победительная, яка избавшись от злых, благодавственное восписание Тероби Твоей, Богородице, но яка имущая дежаву непобедимую, а всяких нас без свободи да завемти, радуйся невестами невестная. Слава Тебе, Бресте Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Цыне, Сыне, Святому Духу и Лени, и Присной, и Ловеки вековами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, из беседы святителя Иоанна Затаусова. Есть воскресенье и страшное судилище. В беседах своих он говорит, некоторые говорят, вот опять ты повторяешь то, что уже нам говорил. Он отвечает, я буду говорить до тех пор, пока вы не исправитесь. Как учитель, видишь, что ученик, если не усвоил урок, то возвращается назад, называется повторением, повторением, чтобы лучше это усвоилось. Вот он говорит, но если от частого собеседования в воскресенье ничего не приобрели они, то есть иудеи, то постараемся приобрести мы. Захотим ли мы неправедно обогатиться или похитить что-нибудь, или сделать другой какой бесчестный поступок, тотчас приведем себе на мысль, тот день, вообразим то судилище, и эта мысль сильнее всякой узды сдержит дурное наше стремление. Просто что-то думаешь сделать? Пойти куда-то или что-то подумай, как это будет выглядеть в очах Божьих. Христос одобрит твой поступок или нет? Будем постоянно говорить и себе, и другим. Есть воскресенье, и нас ожидает страшное судилище. Если кого-либо увидим честславившимся или надмивающимся настоящими благами, скажем ему то же самое и объявим, что все это останется здесь. От себя давали. Недавно было сообщение. Умер, говорит, богатый человек, миллиардер. В Мавроде. Умер на автобусной остановке. Ищите, безо всего. А миллиардами ворочал. И что это? Куда теперь? Где душа его? Только душа-то где-то сейчас проходит, мытажится, наверное. И что эти миллиарды? Если опять увидим другого удрученным скорбями и унывающим, выскажем ему то же самое, указывая на то, что скорбям будет конец. Если также увидим кого-либо преданным беспечности и лености, представим ему опять то же, выставляя на вид, что нужно будет отдать отчет и в беспечности, и в лености. Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу. И подлинно есть воскресение. И воскресение у дверей недалеко, но близко. Еще немного, говорит Павел. И грядущий придет и не замедлит послание к евреям, 10 глава. И в другом месте, всем нам должно явиться предсудилище Христова, 2 Коринфянам, 5 глава. То есть и злым и добрым, тем, чтобы пред всеми потерпеть бесславие, а этим, чтобы пред всеми оказаться еще более славными. Как здесь судьи и злых наказывают, и добрым воздают честь открыто пред всеми, так точно будет и там, чтобы для одних было больше стыда, а для других больше славы. Будем же представлять себе это каждый день. Если будем иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Будем же непрестанно говорить и себе, и другим. Есть воскресенье и суд, и отчет в делах. Пусть говорят и все те, которые допускают судьбу, и они немедленно освободятся от этой гнилой болезни. Ведь если есть воскресенье и суд, то нет судьбы, сколько бы они ни спорили и ни припирались. Аминь. Храни всех, Господь. Спасибо.